Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов описания этих работ. Джованни Лоренцо Бернини. Коза Амальтея с младенцем Юпитером и Фауном. Скульптура Коза Альматея с младенцем Юпитером и Фауном известна как самая ранняя работа Бернини. Она была создана период между 1609 и 1615 годами. Произведение пластики входит в художественное собрание Боргеза, находится в одноименной галерее в Риме. Произведение Коза Амальтея с младенцем Юпитером и Фауном представляет собой одно из трех сохранившихся до наших дней мраморных скульптур, выполненных юным Бернини. В отличие от двух других работ, говоря об этом изваянии, можно с большой долей уверенности установить дату создания. Амальтея или Амалфея была мифологической козой, ставшей кормилицей для новорожденного Зевса. Нежная богиня, так звучит ее имя в переводе с древнегреческого языка. Кронос, отец Зевса, боясь потерять власть и могущество, пожирал всех детей, рожденных его женой Реей. Убийство младенцев приносили богине огромные страдания. Когда же родился Зевс, его мать отдала Кроносу вместо сына камень, завернутый в пеленки. Не подозревающая обмана, верховный бог проглотил сверток. Так Рея сохранила жизнь будущему правителю Олимпа. Выжившего ребенка необходимо было спрятать от глаз Кроноса. Рея оставила младенца на острове Крит, где он жил в пещере горы Ида. Коза Амальтея спасла Зевса от голодной смерти. В день его рождения на свет появилось двое козлет, и молока с лихвой хватило на всех. Амальтея подвесила люльку с младенцем на дерево. Кронос, искавший сына на земле, в небе и в море, так и не смог найти его. Благодарно Зевс подарил своей спасительнице и кормилице золотого пса, который охранял божественную козу до последних дней. С образом древнегреческой Амальтеи связана еще одна легенда, породившая фразеологизм, часто используемый в современной культуре. Играя со своей кормилицей, Зевс крепко ухватился за ее рог и случайно сломал его. Обладая божественной силой, он исправился одеянно. Такова история появления неиссякаемого источника богатства, рога изобилия, прикоснувшись к которому, можно было получить любые материальные блага. Коза Амальтея оберегала Зевса даже после своей кончины. Как гласит старинное предание, бог использовал необыкновенно прочную шкуру животных, обтянув ею щит. Он оказался большим подспорьем во время войны олимпийцев с титанами. Прикрывая щитом и шкуры, Амальтея Зевс становится невидимым, что давало ему явное преимущество. Так родилось образное выражение находиться под эгидой, то есть под защитой и покровительством могущественной силы. Существует другое толкование древнего мифа по одной из версий Амальтея. Это не божественное животное, а горная нимфа, которой принадлежала коза. Вот такое описание нашел в интернете к работе коза Амальтея с младенцем Юпитером и фауном. Автор Джованни Лоренци.